Здравствуйте, друзья! Вы на канале Golden Voice. Сегодня я прочту вам сказку братьев Гримм Госпожа Метелица. Была у одной вдовы дочь. Была у нее еще и падчерица. Падчерица прилежная, красивая, а дочка и лицом нехороша, и лентяйка страшная. Дочку свою вдова очень любила и все ей прощала. А падчерицу заставляла много работать и кормила очень плохо. Каждое утро должна была падчерица садиться у колодца и прясть пряжу. И столько ей нужно было спрясть, что даже кровью ступала у нее на пальцах. Однажды сидела она так, пряла и запачкала кровью веретено. Наклонилась девушка к колодцу, чтобы обмыть веретено. И вдруг выскользнула у нее веретено из рук и упала в колодец. Заплакала падчерица и побежала домой к мачехе рассказать о своей беде. «Ты его уронила, ты его и доставай», сказала мачеха сердито. «Да смотри, без веретена не возвращайся!» Пошла девушка обратно к колодцу и с горя взяла, да и бросилась в воду. Бросилась в воду и сразу сознание потеряла. А когда очнулась, увидела она, что лежит на зеленой лужайке, с неба солнце светит, а на лужайке цветы растут. Пошла девушка по лужайке, смотрит, стоит на лужайке печь. А в печи хлебы пекутся. Хлебы крикнули ей. «Ах, вынь нас, девушка, из печи поскорее! Ах, вынь поскорее! Мы уже спеклись! А не то мы скоро совсем сгорим!» Взяла девушка лопату и вынула хлебы из печи. Потом пошла она дальше и пришла к яблоне. А на яблоне было много спелых яблок. Яблоня крикнула ей. «Ах, потряси меня, девушка, потряси! Яблоки давно уже поспели!» Стала девушка трясти дерево. Яблоки дождем на землю посыпались. И до тех пор трясла она яблоню, пока не осталось на ней ни одного яблока. Сложила девушка яблоки в кучу и пошла дальше. И вот, наконец, пришла она к избушке. В окно избушки выглянула старуха. Изо рта у нее торчали огромные белые зубы. Увидела девушка старуху, испугалась и хотела бежать. Но старуха крикнула ей. «Чего ты испугалась, милая? Оставайся-ка лучше у меня. Будешь хорошо работать, и тебе хорошо будет. Ты мне только постель стили получше, да перину и подушки взбивай посильнее, чтобы перья во все стороны летели. Когда от моей перины перья летят, на земле снег идет. Знаешь, кто я? Я сама госпожа метелица». Что же сказала девушка? «Я согласна поступить к вам на службу». Вот и осталась она работать у старухи. Девушка она была хорошая примерно и делала все, что ей старуха приказывала. Перину и подушки она так сильно взбивала, что перья, словно хлопья снега, летели во все стороны. Хорошо жила с девушкой у метелицы. Никогда ее метелица не ругала, а кормила всегда сытно и вкусно. И все-таки скоро девушка начала скучать. Сначала она и сама понять не могла, чего скучает. Ведь ей тут в тысячу раз лучше, чем дома живется. А потом поняла, что скучает именно по родному дому. Как там неплохо было, а все-таки она очень к нему привыкла. Вот раз и говорит девушка старухе. «Я очень стасковалась по дому. Как мне у вас нехорошо, а все-таки не могу я здесь больше оставаться. Мне очень хочется родных увидеть». Выслушала ее метелица и сказала. «Мне нравится, что ты своих родных не забываешь. Ты хорошо у меня поработала. За это я тебе сама покажу дорогу домой». Взяла она девушку за руку и привела к большим воротам. Ворота раскрылись, и когда девушка проходила под ними, посыпалось на нее сверху золото. Так и вышла она из ворот, все золотом обсыпанное. «Это тебе в награду за твое старание», сказала метелица и дала ей веретено, то самое, которое в колодец упало. Потом ворота закрылись, и девушка снова очутилась наверху, на земле. Скоро пришла она к мачехиному дому. Вошла она в дом, а петушок, сидевший на колодце, в это время запел «Ку-ка-ре-ку, девушка пришла, много золота в дом принесла». Увидели мачеха с дочкой, что принесла пачерица с собой много золота, и встретили ее ласково. Даже ругать не стали за долгую отлучку. Рассказала им девушка обо всем, что с нею случилось. И захотелось мачехе, чтобы ее дочка тоже стала богатой, чтобы она тоже много золота в дом принесла. Посадила она свою дочь прясть у колодца. Села ленивая дочка у колодца, но прясть не стала. Только расцарапала себе палец терновником до крови, вымазала веретено кровью, бросила его в колодец и сама за ним в воду прыгнула. И вот очутилась она на той же самой зеленой лужайке, где росли красивые цветы. Пошла она по тропинке и скоро пришла к печи, где пеклись хлебы. Ах, крикнули ей хлебы, вынь нас из печки, вынь поскорее, мы спеклись уже, мы скоро сгорим. Как бы не так, ответила лентяйка. Стану я из-за вас пачкаться. И пошла дальше. Потом пришла она к яблоне. Яблоня крикнула ей. Ах, потряси меня, девушка, потряси меня. Яблоки уже давно поспели. Как же, как же, отвечала она. Того и гляди, если я начну тебя трясти, какое-нибудь яблоко мне на голову свалится, да шишку набьет. Наконец подошла лентяйка к дому госпожи Метелицы. Она совсем не испугалась Метелицы, ведь сестра рассказала ей о больших зубах Метелицы и о том, что она совсем не страшная. Вот и поступила лентяйка к Метелице на работу. Первый день она еще кое-как старалась побороть свою лень. Слушалась госпожу Метелицу, сбивала ей перину и подушки так, что перья летели во все стороны. А на второй и на третий день стала ее одолевать лень. Утром нехотя поднималась она с кровати, постель своей хозяйки слала плохо, а перину и подушки совсем перестала взбивать. Надоела Метелица держать такую служанку. Вот она и говорит ей. Уходи-ка ты обратно к себе домой. Тут лентяйка обрадовалась. Ну, думай, сейчас на меня золото посыплется. Подвела ее Метелица к большим воротам. Распахнулись ворота, но когда выходила из них лентяйка, не золото на нее посыпалось, а прокинулся котел со смолой. Вот тебе награда за твою работу, сказала Метелица и захлопнула ворота. Пришла лентяйка домой, а петушок, сидевший на колодце, увидел ее и закричал. Будут смеяться все на селе. Входит девушка вся в смоле. И так эта смола к ней крепко пристала, что осталась у нее на коже на всю жизнь. Если вам понравилась данная сказка, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.